Привет, друзья, с вами Вайми, и сегодня мы попробуем поюзать это офигеннейшее главное меню. Ну, а вообще это The Banas Saga Factions, и это такая мультиплеерная, бесплатная, тактическая, стратегическая RPG, или что-то вроде этого, в общем, всё сложно. Ну, давайте понемногу разбираться, для начала я хочу сказать, что здесь совершенно офигеннейшее не только меню, но и вообще графический стиль. Это как вы можете догадаться по такому, по тому, как оно выглядит, это игра про каких-то викингов или что-то тому подобное. И графический стиль здесь вполне, вполне крутой. Что здесь не вполне крутое, так это меню настроек, потому что здесь нихрена нет. Можно выключить фуллскрин, тогда у вас будет окно, которое можно как угодно растягивать, чего я делать не буду. И можно выключить чат, который, по-моему, всё равно будет слышно, да. И звук, и музыку. Это все настройки, которые здесь есть. Я понимаю, здесь не должно быть каких-то совсем уж крутых графических настройок, потому что это 2D игра, но хотя бы смену разрешения нормальную, а не растягивание окна, и смену громкости в виде слайдера было бы неплохо. Ну да ладно. Это все не так уж и важно. Окей. Это бесплатная игра, так что здесь есть какая-то фри-то-плей составляющими, какие-то транзакции какие-то. Давайте посмотрим на них для начала. Можно купить стартер пак, который включает в себя 4-х проапгрейджных персонажей и всякие дополнительные фишки. Можно купить буст, который дает больше славы. Славы это местная валюта, как бы. И можно просто напрямую покупать эту славу. Что, в общем-то, абсолютно не нужно. То есть, оно нужно, если вы хотите сразу себе крутых юнитов и сразу сражаться с теми, у кого крутые юнити. Потому что баланс здесь построен так, что вы сражаетесь с равными по силе командами. Ну и еще вы можете купить разные цвета юнитов. Это круто, но, опять же, не нужно. Ну, то есть, если вам хочется какого-нибудь красного трэшера, то почему бы и нет. Кроме этого, здесь ничего практически нет в этом донат-шопе, скажем так. И, по сути, никакого pay to win, ничего подобного я здесь не вижу. Итак, давайте зайдем вот сюда вот. Это моя команда, мой отряд, с которым я могу сделать разные интересные вещи. Ну, во-первых, я, конечно же, могу купить себе, например, еще одного рейдера и поменять там, я не знаю, вот этого парня на рейдера. Во-вторых, я могу поменять их местами. И, по-моему, это влияет на порядок хода, но я точно не уверен. Кроме этого, я могу немножко модифицировать свои войска. Во-первых, я их могу апгрейдить, когда они набьют определенное количество убийств. То есть, после пяти убийств у обычного базового воина его можно прокачать. Прокачивается каждый класс в один из трех вариантов. Они дают ему какую-то одну конкретную обилку, каждый, и меняют статы. В данном случае я могу, как бы, прокачать этого вот щилдбенджера, бангера, бангера, наверное. Но я не могу его прокачать, потому что у меня недостаточно славы. Так что, ну, по сути, мне сейчас напишут просто, да, что недостаточно. То есть, я могу его прокачать по требованиям, но не могу его прокачать по деньгам, как бы. Вот эту ученицу я не могу прокачать, потому что у нее всего четыре убийства. Этот парень уже прокачан. С прокачанными парнями можно делать немножко более интересные вещи. Во-первых, им можно сменить имя. Я не могу это прочитать, но это и не нужно. Во-вторых, им можно поменять немножко статы. Допустим, я могу убрать у него немножко брони и дотянуть в жизнь. Или наоборот. Но в данном случае меня все устраивает, так что я ничего этого делать не буду. Окей. Как это все сбалансировано? Вы видите, что вот здесь вот цифра 2, это как бы уровень моей команды, и это суммарный уровень всех моих воинов. То есть, у меня есть прокачанный вот этот вот трешер, это был изначально рейдер, и у меня есть ученица прокачанная. То есть, у меня уровень команды 2, и я буду воевать с командами, у которых тоже уровень 2, то есть, в которых будет тоже 2 прокачанных юнита. Что, в общем-то, довольно логично. Также здесь есть некоторый лимит на количество войск. Вы не можете взять больше определенного количества. Допустим, я могу взять всего 5 рейдеров, но это значит, что у меня будет вся команда из рейдеров и кто-то один другой. То же самое с ученицами. А вот этих вот парней, это гиганты расы варл. Я их могу всего 2 взять, двоих. То есть, у меня сейчас воин и вот этот вот щитоносец, которых я случайно обоих убрал. Так, нет, я делаю это немножко неправильно. В общем, их всего может быть 2. Я могу заменить воина на еще одного щитоносца такого, если я его куплю. Но 3 всего я их не могу взять, например. Окей. Что касается покупки самих этих воинов, можно их покупать первого уровня. Можно их покупать сразу прокачанных до уровня, когда их можно апгрейдить. Но это стоит в 5 раз дороже. То есть, здесь всего 4 класса, как вы видите. 4 типа юнитов, которые каждый прокачивается по 3 возможным веткам. Вот это вот я не знаю, что такое здесь. Видимо, это какая-то четвертая ветка, которой пока нет, возможно. Или еще что-нибудь подобное. Так, и по сути это все, что мы можем здесь увидеть. Так что давайте зайдем в матч и попробуем повоевать с кем-нибудь. Тут есть какие-то турниры, в которые я пока что не пытался даже влезть. Но что-то такое есть. Тут есть обычный версус. И его можно включить на экспертный режим, в котором у меня будет, и у меня и у противника, будет 30 секунд всего на каждый ход вместо минуты. И за это мне будут давать больше денег. Ну что, в принципе, я бы когда-нибудь, наверное, попробовал. Но сейчас давайте просто запустим простой режим. Оно ищет мне противника, подбирает. И противник подобран, и мы начинаем с ним воевать. Итак, как оно работает в плане механики и в плане вообще всего? Это тактическая RPG стратегия, опять же, или что-то такое подобное? Итак, сначала я могу как-то расставить свои войска, скажем так, когда оно загрузится. Да. Вот поле боя, оно совершенно простое. Когда оно до конца, наконец, загрузится, мы сможем его увидеть. А, нет, видимо, сейчас противник мой расставляет войска. Да, видимо, они расставляются по очереди. Что довольно странно. Ну, в общем, это квадратное поле боя. Да. С отсутствием каких-либо дополнительных элементов. То есть здесь нет ничего такого, чтобы, например, помешало где-то проходить или что-то подобное. То есть это простое квадратное поле боя. Есть несколько их вариантов. То есть я видел как минимум одну-другую карту, но она отличается только бэкграундом, по сути. То есть там такое же, там, ну, оно не такое же квадратное. Там вот такие кусочки по 6-4 клеток по углам отсутствуют. Это абсолютно никак не влияет на геймплей, но оно и есть. Итак. Мой ход. Я могу сдвинуть своего парня. Я могу его сдвинуть вот сюда, но вот эти вот желтые клетки означают, что у меня потратится сила воли на это, которая не восстанавливается во время раунда. Так что я, пожалуй, сдвину его вот сюда. И закончу на этом ход. Сила воли это ресурс такой, да. Закончить ход, нужно нажать два раза. Ресурс, который не восстанавливается во время боя. Его можно восстановить определенными способами, но сам по себе он как бы не восстанавливается. То есть, если у меня есть его 8, я его могу тратить на разные действия. Я его могу тратить на то, чтобы пройти подальше, чтобы выстрелить посильнее, на использование специальных обивок. В общем, если я его весь потрачу, то исключая специальные фишки, у меня его не будет. Сейчас он выстрелит лучницей по моему щитоносцу, скорее всего. И выстрелит он мне в броню. Это такая интересная деталь. У противника есть 14 брони, в данном случае 10 жизней. Жизнь это и жизнь, и урон. То есть, то, что у него 10 жизней, означает, что он также наносит 10 урона, но из урона вычитается броня. Так что, если я снесу ему броню, то я смогу наносить ему больше, чем по единически урона за выстрел. Но если бы я ему стрельнул сразу в жизнь, то он бы сам наносил немножко меньше урона. То есть, это такой выбор. Уменьшить противнику урона вот прямо сейчас, или заставить его получать больше урона в будущем. Естественно, когда жизнь падает до нуля, то юнит погибает. И давайте попробуем убить вот этого парня. Я могу его просто ударить, я могу ему сбить 5 брони, я могу ему нанести 5 урона, я могу также использовать свою специальную обилку, которая нанесет ему 4, по-моему, удара. Рандомно в броню или в жизнь. В данном случае это 2 в жизнь, 2 в броню, что довольно неплохо. Так вот. Оу, это плохо. Он, скорее всего, убьет моего этого трэшера, или как он там называется. Ну, не убьет, а задамажит сильно. Потому что убить он меня за 1 удар никак не сможет. Да, на 6 задамажил. На что я могу его задамажить в ответ по броне? Вот это вот, эти 3 звездочки, это как раз та самая сила воли, то есть у меня ее сейчас 8. И вот этот вот параметр с такой цепью, я не помню, как он называется, он влияет на то, сколько можно потратить за 1 ход силы воли. Точнее, за 1 действие. То есть я могу сначала пробежать дальше, чем я могу пробежать нормально. И потом еще и выстрелить с дополнительной этой силой воли. То есть с помощью этой силы воли я могу нанести ему чуть-чуть больше урона. Что почти всегда оправданно. Ходьба не всегда оправдана за силу воли, а вот нанесение урона обычно достаточно оправданно. Итак, что он будет делать? Он может... Нет, он не может добить этого парня, он может ему нанести довольно много урона. Или опять же поцарапать броню еще немножко щитоносцу. У каждого юнита есть какая-то пассивная обилка. Да, он, видимо, это и сделает. Например, вот этот вот парень, воин, с огромным топором, он может наносить урон не только тому, кого он бьет, но и соседним целям. То есть я его бью, и единичка урона наносится всем, кто стоит рядом с ним. Всем врагам, кто стоит рядом с ним, естественно. Что очень круто. Щитоносец, например, отражает урон в броню. То есть каждый удар, нанесенный по щитоносцу в ближнем бою, снимает с атакующего единицу брони. Что очень офигенно против вот этих вот как раз трэшеров, которые бьют 4 раза. Я надеюсь, что он это сделает. Давай! Ударь меня 4 раза! Нет, он просто ударил меня 1 раз. Ну, в принципе, правильно, наверное, я сделал. Но я не уверен, что это ему поможет. Управляется оно на 100% с мыши. Даже только с левой кнопки мыши. Скорее всего, оно задумывалось под touchpad, и, возможно, есть на всяких там iOS. Я не уверен, мне нужно будет это проверить и написать в описании. Но управляется оно очень неплохо. Просто одной мышкой, одной левой кнопкой, блин, это плохо. И никаких проблем с управлением нет. Он не сможет меня убить. Он сможет меня немножко задамажить, правда. Окей. Да, и в игре бывают такие небольшие проблемы, когда она как бы лагает, наверное. Так, я могу... снять с него 3 брони или нанести ему 5 урона. 5 урона лучше. Вот по этому... Вот по этому парню. Да. Черт. Я промахиваюсь мимо этой звездочки. В целом, это такая очень интересная с механической точки зрения тактическая RPG. Прощай, мой щитоносец. Его сейчас убьют. Что мне не нравится здесь совершенно, это отсутствие какого-либо разнообразия. То есть, здесь всего 4 класса, ну, которые, да, можно апгрейдить там еще 3 подкласса каждый. Здесь всего, по сути, одна карта. Да, она есть там с другим бэкграундом, но она, по сути, ничем не отличается. Здесь всего одна вот эта вот фракция. То есть, здесь нет разных рас, которыми можно играть. Что, конечно, не всегда плохо, но мне это не очень нравится. В принципе, я могу его отсюда убить, правильно? Да, но я его могу точно так же убить вот отсюда, где я буду в немножко больше безопасности. То есть, по-моему, она может очень быстро надоесть, потому что все примерно одинаково. То есть, у противника примерно те же юнити, что и у вас, да, у него может быть там... В данном случае у него абсолютно те же юнити, что и у меня. Но у него могла бы быть, например, не апгрейдженная выучница, а апгрейдженный вот этот вот парень с топором. Или что-нибудь подобное. То есть, чем дальше вы в этой вот... Как это сказать? В прогрессии. То есть, чем больше у вас прокачанных юнитов, тем больше разнообразия будет среди вашего отряда и среди отряда противника. И все тому подобное. Я сейчас жутко совершенно проигрываю, но это не так уж и важно. Сколько у меня жизни? У меня 5 жизней. Вы видите, что шанс попасть у меня здесь 70%. Это потому, что у меня меньше жизни, чем у противника. Ну, это вообще не жизнь, это сила, но не обращайте внимания. Это именно шанс попасть по его жизни, силе, не по броне. Так что по броне я всегда могу бить полную силу. По-моему, по нему будет эффективнее. То есть, сначала мне первые там пару раундов меня просто бесили эти промахи, потому что они случались всегда, когда я вот-вот уже убивал бы противника этой атакой, но они случаются именно только, когда у вас меньше жизни, чем у того, кого вы атакуете. То есть, промахи вполне можно предсказать, их вполне можно избегать, и это такой не настолько рандомный элемент, как это могло бы показаться. Кого из них мне стоит убить? Наверное, мне стоит убить вот этого трейдера, потому что он опаснее, и я его могу убить за один ход. Точнее, не за один ход, а просто не тратя. А, нет, я не могу, черт, я идиот. Я идиот, мне нужно было потратить как раз. Ну да ладно, это не важно. То есть, вот это вот отсутствие разнообразия, то есть, мне бы хотелось видеть в такой игре, например, всякие разные карты, на которых будут какие-то элементы, где нельзя пройти, например. Здесь этого, ну, возможно, это, конечно, есть, но я этого пока что за, наверное, матчи 7 или 8, я этого не видел. Да, умри. Мне хотелось бы больше разнообразия в войсках, то есть, не 4 класса, а там хотя бы, там, я не знаю, с десяток. Ну, в принципе, это не так уж... Не так уж серьезно, и это немножко менее важно. Но все равно, мне бы очень хотелось увидеть сингл в такой игре, вот что мне бы очень хотелось, и он тут будет когда-нибудь, разработчики обещают, но это, как бы, будет отдельная платная игра, а вот это вот бесплатная мультиплеерная часть. То есть, сейчас оно выглядит, скорее, не как полноценная игра, а как какая-то демо-версия с двумя картами и... и четырьмя юнитами одной фракции, и только мультиплеером. Что, в принципе, было бы, наверное, плохо, но она все-таки бесплатная, так что это не так уж... Не так уж серьезно. То есть, если бы это была платная игра, то, конечно же, это было бы неприемлемо, и... платить за такую, по сути, демо-версию, это плохая идея. Но она бесплатная, и... Поэтому, наверное, это не имеет такого уж серьезного значения, то, что в ней... Пусть есть такие небольшие проблемы. То есть, тут нет даже таких проблем каких-то особенных. Тут проблема сама в том, что она не очень разнообразная и выглядит, скорее, как демо-версия, а не как полноценная игра. Это, по сути, все, что я могу ей предъявить. А играется она вполне хорошо. Так, если я подойду, там два всего урона. Ну, я могу добить, конечно, этого парня. Сильно ли мне это поможет? Вот в чем вопрос. Я, скорее всего, проиграю этот бой, хотя... Хотя... Не знаю. У него вот эта учница с полной жизнью. Хотя у меня тоже учница с полной жизнью. И у меня рейдер с полной жизнью. Но он может убить мы... Или не может? Нет, по-моему, он не может его убить. Да, зато он может убить учницу. Ну, опять же, не убить, хотя продамажит немножко. Но это немного... Это немного страшнее, чем мне хотелось бы. У него четыре жизни, а я не могу использовать три силы воли сразу, и поэтому я не могу его убить за один ход. Зато я мог бы убить ее за один ход, если бы я до нее дошел. Всего я тоже нифига не могу. Блин. Не очень хорошо. Ну ладно, попробую отойти и по нему пострелять. Да, это оставит ему один хп, и на следующий ход я его смогу добить. Скорее всего. И это также уберет ему почти весь урон, и он мне ничего не сможет сделать. Также у меня есть вот этот вот рог. Если вы... Вам интересно, что он делает, он позволяет мне восстановить немножко силы воли своим юнитом. Да, наверное, это хорошая идея. И срезать ей брони. То есть вот за каждое убийство мне дается один заряд этого рога, и после каждого убийства я могу восстановить одну единичку силы воли любому своему юниту. Ну то есть тому, которого я в данный момент контролирую. Что-то уже немножко меняет тактику иногда, но в целом это скорее используется, чтобы добить вон того парня, на которого не хватает единички дамага, а сила воли кончилась. Прощай, мой райзер. Да, если что, юниты не умирают насмерть, то есть после раунда они все оживают, и их не нужно заново покупать. Но все равно. Я определенно проигрываю этот раунд. Но опять же убить меня он не может. То есть в целом мне очень нравится геймплей, и я по сути второй день в нее играю. Наиграл, правда, не так уж много, но тем не менее я оторваться не то чтобы очень-то и могу. Я могу использовать рог, чтобы подойти, и еще один заряд использовать, чтобы добить. Отлично. Вот это вот тоже интересная фишка, когда у вас остается, ну точнее, когда у кого-нибудь остается один всего юнит, игра немножко меняет правила, и... Ну хотя в данном случае уже пофиг, и вместо того, чтобы чередовать ходы, все идут как бы по... по очереди, скажем так. То есть в нормальном режиме если есть хотя бы два юнита у каждого игрока, то они идут по очереди по игрокам. То есть сначала я хожу своим одним юнитом, потом противник идет своим одним юнитом, потом снова я. Когда у кого-то остается один, допустим, у моего противника остался один юнит, а у меня еще все живы, то я буду ходить всеми своими до того, как он будет ходить своим одним. Блин. Сколько у меня? У меня пять. Ну я могу, конечно, ему тоже до... четырех, получается, сбавить. Но это мне, по-моему... Хотя нет. В целом я... По-моему, я сейчас выиграю. То есть это позволяет не затягивать матч, если осталось там один противник, а у вас несколько юнитов. Лол. Да, промахи... Промахи они такие. У меня кончился рог, но... Мне уже как-то все равно. Это уже невозможно просто проиграть, потому что он мне может нанести максимум сколько? Четыре урона. Три даже урона, потому что там всего два. Два очка можно добавить. И мне на него нужен один выстрел. То есть он даже с максимумом силы воли он меня не сможет убить за этот ход. А на следующий ход я его в любом случае убью. Тем более, что он промахивается, потому что у него меньше силы, чем у меня. Ну окей. Матч выигран. И за выигранный матч я получаю некоторое количество этой самой славы. за проигранный я бы тоже получил некоторое количество славы, просто немножко меньше. И по идее это даже не зависит от того, сколько я потерял там и насколько хорошо выиграл. То есть, ну, скорее всего, есть ачивка какая-нибудь, чтобы выиграть не потеряв ни одного юнита и получить дохранищащего славы. Но вообще оно почти не зависит. То есть от того, что я потерял пятерых своих юнитов, я не получу, скорее всего, меньше славы, чем если бы я выиграл там с тремя живыми. Но, как вы видите, я получаю всего не очень много. Это всего восемь славы. И этого недостаточно даже, чтобы купить одного юнита обычного базового. То есть обычные базовые юниты, если мы зайдем сюда, стоят десять. Апгрейдженные стоят пятьдесят. И их апгрейд стоит еще пятьдесят. Что вообще как-то до хрена. Так что, в принципе, идея покупать славу может быть заманчивой, но она, опять же, игра сбалансирована. Так что вы не будете становиться сильнее, чем те, против кого вы играете. То есть если вы накупите себе крутых юнитов, вы все равно будете играть с теми, у кого столько же крутых юнитов. То есть баланс здесь, насколько я понимаю, достаточно хорошо сделан. Ну, я не знаю, насколько это хорошо работает на высоких уровнях. То есть если бы у меня было там шесть, а то и больше. Потому что, насколько я понимаю, их можно еще дальше как-то прокачивать, потому что у них есть несколько уровней обилки. То есть если у меня там будет двадцать уровень команды, то много ли в игре команд с уровнем двадцать в данный момент? Ну, в данный момент, я думаю, не одной. Но хрен его знает. То есть это может быть проблематично именно в плане матчмейкинга. То есть либо тогда придется меня ставить против игроков с меньшим уровнем, например, либо мне придется там по двадцать минут ждать каждой игры, что не очень оптимально. Но это я не знаю просто как это работает. Возможно, это как-то там сбалансировано. Возможно, там максимальный уровень не такой уж большой. И всегда будут противники. То есть, опять же, другой вариант это когда все почти прокачаются. если я начну играть в эту игру через полгода и у меня будет команда первого уровня, будут ли у меня враги первого уровня, что тоже довольно сомнительно. Но не знаю. Но пока что мне очень нравится именно в плане боевки, в плане механики. Мне не нравится, что здесь нет такого разнообразия. Здесь всего одна карта, опять же. здесь всего не очень много типов юнитов. То есть, даже если считать апгрейды, это получается сколько там, 12 юнитов и еще 4 базовые, которые включаются в эти 12. То есть, трэшер, он имеет все способности и все статы рейдера. Просто он еще сверху этого имеет несколько более высокие статы и дополнительную обилку вот эту вот в 4 удара. То есть, у него все равно есть обилка, которая позволяет ему получать дополнительную броню, когда он стоит рядом с союзниками. И союзник тоже передавать дополнительную броню. То есть, базовые классы можно как бы за классы не считать, потому что они, ну, скажем так, апгрейдженные классы просто лучше этих базовых. То есть, разнообразия не хватает. И не хватает сингла, потому что здесь совершенно офигеннейший туториал был. Который был примерно в одну миссию, вроде бы, или может быть чуть-чуть больше. Но он был именно сделан как такая сюжетная миссия. И я надеялся, что мне потом дадут поиграть в какую-нибудь компанию, но ее нет. Но, опять же, ее пока нет. То есть, она планируется и она будет отдельной платной игрой, как бы. Так что, будем ждать. Определенно будем ждать. Игра, опять же, бесплатная, доступна в Стиме. И, по сути, это все, что я могу о ней сказать. Так что, спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока.